Единственная наследница сатирика и писателя выросла настоящей красавицей. 30-летняя Елена Задорнова показала редкие кадры родителей. Девушка пошла по стопам отца в литературном поприще. Только Елена пишет стихи. Она опубликовала снимки мамы и папы, сделанные в разные годы во время гастролей, увлекательных путешествий. Алена Бомбина живет в Риге. Она работала администратором сатирика. Отношения между ними завязались в 1984 году, когда Алене было 20 лет, а Михаилу 35 лет. Только спустя долгие годы Задорнов официально развелся с первой женой и узаконил отношения с Бомбиной. Елена высказалась о непростом и бурном романе родителей. Она написала стихотворение, в котором призналась, что была рождена в незаконном браке. Ну что, все обнулились. Мне далеко за 20. Родители женились, мне стукнуло 16, отметила девушка. Елена иронично высказалась о своем плебейском происхождении. Она вспомнила героя популярного сериала «Игра престолов», которого долгое время считали незаконным сыном Неда Старка. Задорнова заявила, что отец до последнего дня трепетно относился к ее маме. «Я родилась бастардом еще до Джона Сноу. Хочу сказать, поверьте, в красивейшей Абраме, любил до самой смерти мой папа мою маму», — высказалась Елена. Свою единственную дочь Михаил назвал в честь своей мамы, Елены Мельхиоровны Задорновой. Девушка играла в латвийской команде КВН. Позже она окончила Российский университет театрального искусства, ГИТИС. Помимо русского, в совершенстве владеет французским и английским языками, занимается йогой. Елена живет на Мальте. Там она окончила магистратуру по антропологии. Задорнова живет в гражданском браке с мальтийцем. Она пишет картины и занимается организацией концертов. Елена устроила пикантную фотосессию, она позировала обнаженной с гитарой. Задорнова похвасталась роскошной грудью на откровенных снимках. Первая жена артиста Велта Задорнова потребовала 4,5 миллиона от руководства Первого канала.